День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. 8 июля – День памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских, хранителей и покровителей семьи. В Староскольском городском округе проживают 38 тысяч семей. У некоторых за плечами не один брак, другие отмечают первые юбилеи семейной жизни. А кто-то смог сохранить и пронести через десятки лет светлые чувства. Их сегодня честовали во дворце ЗАГС. Лидия Ивановна и Василий Иванович Полупановы вместе уже полвека. Она заслуженный учитель России. Он – Марк Шейдер, горно-металлургический инженер. Будущие супруги познакомились в 1971 году в Верхнеатаманском сельском клубе. Я закончила третий курс института педагогического месяца, отработала в пионерском лагере вожатой и приехала на пересменку отдохнуть дома. А Василий Иванович в это время вернулся из Москвы, где он закончил курсы топографов. И мы в клубе встретились вот просто, хотя жили мы рядом практически. Дошли до перекрёстка, где нам надо было расставаться. Но минутку задержались. Оказалось, на всю жизнь. Спустя два года Полупановы стали семьёй. Родилась дочь. Для строительства гидротехнических сооружений военно-морского флота Василия Ивановича направили работать на север. Там они прожили 17 лет. Мы жили в том самом посёлке Ведяево, откуда ушла подводная лодка Курск. И мы вернулись в 98-м году. Мы вернулись. Мы заработали оба пенсию. Мы ушли в 50 лет на пенсию. Вернулись. Ну, я ушла ещё раньше по выслуге лет. И вернулись сюда. И я продолжила работать руководителем школы номер два. Школьный стаж Лидии Ивановны 47 лет. По сей день она преподает французский язык и православную культуру в 24-й школе. Василий Иванович на заслуженном отдыхе после 50 лет работы. Свободное время супруги стараются проводить вместе на даче. С нетерпением ждут открытия границ, чтобы увидеться с дочерью и внуками. Наша дочь в 97-м году, мы ещё жили на Крайне-Севере, она закончила Санкт-Петербургскую академию пищи и холода и уехала в Италии. Вышла замуж и живёт с тех пор там. Её старшему сыну, которого зовут Франческо, 18 лет исполнилось в мае. А Лидочка, Лидия, ей исполнилось 12 лет. В мае Полупановы отмечали 47-ю годовщину свадьбы. За полвека были и радости, и печали. Но они всегда были вместе. Мы всегда помогали друг другу и понимали, вот это было самое главное. Взаимопонимание, терпение, друг друга терпеть – это непросто. Он очень тихий, степенный, обдуманный. Я более такая эмоциональная, у меня больше подвластны эмоциям. И поэтому вот его сдержанность и мой пыл, вот, может быть, два характера. Мы разные. Мы как бы дополняем друг друга. Сегодня в День семьи, любви и верности в Староскольском дворце торжеств чествовали лучшие семьи округа, которые прошли испытания временем, сохранили преданность и приумножили любовь. Три супружеские пары наградили медалями за любовь и верность. Подарками были отмечены юбиляры семейной жизни. Благодарственные письма Управления соцзащиты вручили многодетным парам, сохраняющим семейные ценности. Ваши семьи являются примером не только для ваших детей и внуков, но и для всего Староскольского городского округа. Я вас поздравляю с этим событием. Конечно же, в первую очередь желаю здоровья вам, вашим близким. В завершении торжества по ежегодной традиции – медленный танец. Субтитры создавал DimaTorzok